МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор программы КРИК Центр Автопром. Техосмотр недорого. В эфире телеканала Юрган. КРИК Криминал и комментарии в студии Таисия Жакова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Эжвинский рэкет, криминальная пятерка, на протяжении двух лет вымогала деньги у жителей столичного микрорайона. Вождение за взятку. Ученики сыктывкарских автошкол покупали права у сотрудника ГИБДД из ЕМВ. По первому снегу. Почти три десятка аварий за 10 дней зафиксировано на дорогах КОМИ. С наступлением холодов и гололедицы в КОМИ резко возросло количество дорожно-транспортных происшествий. Только за 10 дней автоинспекторы зарегистрировали 26 ДТП, в которых один человек погиб, 48 получили различные травмы. Служная аварийная обстановка в репортаже Антона Булаева. 12 ноября на трассе сыктывкар-Ухта произошла крупная авария. По неустановленной пока причине на 42-м километре автодороги водитель Лады выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Шкода. От сильного лобового удара ВАЗ развернуло, а иномарку выбросило в кювет. Водитель автомашины ВАЗ-2112 скончался до приезда скорой медицинской помощи. Как оказалось, он не был пристегнут ремнем безопасности. Также пострадали и двое несовершеннолетних пассажиров, которые находились в автомашине Шкода. У девочек 2001 и 2002 годов рождения врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также многочисленные ушибы. Выезд на встречную полосу стал причиной еще одной аварии, которая произошла 18 ноября в Сысольском районе. По предварительным данным, столкновение спровоцировал водитель газа фургона, который допустил занос и врезался в лесовоз. Левая часть грузовика превратилась в груду искореженного железа. Шофер получил открытый перелом ноги, многочисленные рваные раны лица и рук. Его пассажир отделался ушибами. В тот же день занос машины на скользкой дороге стал причиной другого ДТП в Ухтинском районе. Внедорожник на полном ходу протаранил пассажирский автобус. От сильного удара Ниву развернуло на 180 градусов, а маршрутку выбросило в кювет. Пострадали 7 человек. Водитель и пассажир автомашины Нива, 5 пассажиров микроавтобусов, в том числе трое несовершеннолетних. Водитель автомашины ВАЗ к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 6 раз, в течение года 4 раз. Стаж вождения с 1970 года. По факту аварии проводится проверка. Не исключено, что в отношении 66-летнего водителя Нивы, допустившего занос автомобиля на встречную полосу, будет возбуждено уголовное дело. Все зависит от того, насколько серьезные травмы получили пассажиры маршрутки. Полицейские также отметили. В момент столкновения на 4-м километре дороги Ухта, поселок Дальний, были снежный накат и гололелица. Дорожники не обработали асфальт специальными реагентами. 16-летняя школьница из Сыктывкара втянула в криминальные игры своего парня и двух подруг-сверстниц. Теперь все четверо по приговору суда будут исправляться за колючей проволокой. В поле зрения сотрудников регионального управления наркоконтроля квартет попал в феврале этого года. Оперативники выяснили, что группа занимается массовым распространением дурмана в разных районах столицы. 12 марта после закладки очередного пакетика молодых людей задержали. Девушка-лидер призналась, в интернет-магазин устроилась в октябре прошлого года. Отправила анкету и прошла проверку. Анонимный оператор сообщал ей адреса схронов с пакетиками, которые ей следовало перепрятать. Помощников она позвала через несколько месяцев, когда перестала справляться с объемами. Одна из школьниц вовлекла в преступную деятельность молодого человека и также своих подруг с целью заработка. Следствием установлено, что девушки и парень занимали роль закладчика, роль в которой входило закладывание в тайники наркотических средств для потребителей. По признанию молодых людей за день они могли распространить до 250 пакетиков кристаллов PVP, сильнодействующего психостимулятора метилэфедрона. Полученные партии с сотнями готовых пакетиков закладчики прятали сразу в нескольких местах. Данная преступная группа имела инструкции по конспирации, а также по приемам безопасности с той целью, чтобы сотрудники правоохранительных органов их не обнаружили. Поэтому свои тайники они хранили в лесу, на улице, в определенных местах, которые были известны только им. А также в последующем часть из наркотических средств была перепрятана к одному из фигурантов уголовного дела домой, где он прятал в оконной раме. Общий вес изъятого порошка не превысил 100 граммов. Впрочем, успех операций заключался в другом. Еще немного и хорошо слаженный молодежный квартет перешел бы на следующий уровень наркокарьеры – мини-склада. А это уже до килограмма зелья. Главную подозреваемую на время следствия поместили под домашний арест. Ее парня, 18-летнего Владимира Векшина, ранее отсидевшего срок в колонии за наркотики, арестовали. Судя по его страничке в соцсетях, криминальную субкультуру он выбрал еще юным подростком. По приговору суда, ближайшие 6 лет ему придется привезти в колонии строгого режима. Три подельницы отправятся на три года в воспитательную колонию. С учетом того, как жестко Фемидов последнее время наказывает за наркотики, молодые люди еще легко отделались. Прилузский суд вынес приговор 25-летнему жителю райцентра Константину Осипову. Молодому сельчанину, который решил скоротать вечер в местном питейном заведении, не понравилось, что его застолье решили прекратить стражи порядка. Понятно, что за грубым словом он в карман не полез. Чем обернулось оскорбление представителя власти, расскажет Максим Васильев. Это кафе в центре села Обьячево – самая популярная точка у местных любителей спиртного. Работает до трех ночи и выпроваживать под выпившую клиентуру продавцу регулярно помогают сотрудники полиции. Ведь своего охранника в увеселительном заведении нет, поэтому и происходят здесь различные криминальные инциденты. Сотрудники всегда присутствуют при закрытии данного заведения, поэтому смены у нас ставятся, они заступают у нас с четырех до четырех, одиннадцатичасовые смены, до четырех утра. Только для того, чтобы закрыть это заведение, так как люди там всегда есть, каждый день посетители. Есть адекватные, есть неадекватные. Ну, когда, как говорится, люди перепьют, там уже адекватных мало становится, драки случаются и как внутри заведения, так и на улице. Вот и в ночь на 6 сентября один из посетителей, 25-летний Константин Осипов, слишком агрессивно отреагировал на предложение сотрудника ППС покинуть помещение. Мало того, он едва не ударил полицейского. Сотрудник полиции ППС сообщил всем, что кафе закрывается, попросил всех покинуть данное заведение, на что Осипов стал вести себя агрессивно, неадекватно, высказался в грубо-нецензурной форме в адрес полицейского, чем унизил его самооценку, а также собственные качества и способности общественного и служебного значения. При оскорблении присутствовали посторонние гражданские лица. На дебошира надели наручники и доставили в дежурную часть. Протрезвев, он, конечно же, сожалел осадеянным и заверял, что больше так не будет. Но Прилузский суд признал Константина Осипова виновным в оскорблении представителя власти и на первый раз назначил сельчанину штраф в 7 тысяч рублей. Сыктывдинские полицейские вот уже 9 месяцев ищут Владислава Орихина, 1997 года рождения. Внос 14 на 15 февраля 19-летний юноша ушел из дома в деревне Сочемвыв возле села Палевицы Сыктывдинского района и пропал без вести. Он был одет в светло-серую баллоневую куртку, черные баллоневые брюки с тремя белыми полосами, оранжевую футболку. На ногах были валенки, на резиновой подошве, на голове черная вязаная шапка. Всем, кому что-либо известно о нынешнем местонахождении Владислава Орихина или обстоятельства его исчезновения, просьба позвонить в сыктывдинскую полицию по указанному телефону. Вступил в законную силу приговор в отношении пятерых жителей Сыктывкара, которые с 2012 по 2014 год занимались вымогательством в Эжвенском районе столицы. Верховный суд комисс согласился с приговором первой инстанции и отправил всех фигурантов в места лишения свободы. Чем еще занималась группировка, расскажет Наталья Литкевич. История похождения криминальной пятерки началась в конце 2012-го. Двоежвенца Владимир Кошкин и Вячеслав Жандаров создали организованную преступную группу, в которую добровольно вошли еще четверо фигурантов. После смерти в октябре 2013-го первого лидера Кошкина по прозвищу «Мультик» возглавил ОПГ единолично Жандаров, больше известный под прозвищем «Греча». Именно он, по мнению следствия, выбирал жертвы, планировал варианты незаконного отъема денег и распределял роли подельников. Ракетеры придумывали различные поводы, чтобы предъявить финансовые претензии к потерпевшим. Например, у этого молодого человека за несуществующий долг приятеля группировка отобрала автомобиль «Опель Астра». До этого требовало у него деньги. В этот же день они ко мне позвонили, назначили встречу около клуба, при этом сказали принести им 5000 рублей. Если не принесут, то они устроят ему доносить и течку расправу. Я ни о чем не думал, и принес им 5000 рублей. Этого парня-вымогатели вынуждали взять в банке кредит и отдать им деньги. Когда изживенец не согласился, его вывезли в гаражи. Гречи мне внес удара 3-4 по лесу кулаком. После чего он сказал, что у меня есть пару дней, чтобы отдать деньги, эти 5000, которые мне в банке не оформили. И этот молодой мужчина уже не чая вернуть свое БМВ. Уж очередь она приглянулась одному из лидеров ОПГ, Владимиру Кошкину по прозвищу «Мультик». Мне позвонил Кошкин, говорит, мы обсохли, подвези нам, пожалуйста, бензина. Я говорю, хорошо, сейчас подъеду. Я подъезжаю туда, они сидят 14-й, черного цвета. Я выхожу, даю им бензин. Они выходят в проем, начинают меня избивать. Избили меня, запинали, оставили мне эту 14-ю, сели в мою машину, просто уехали. Факты, о которых рассказывали эти молодые люди, вскрылись в ходе следствия судебных слушаний по первому уголовному делу в отношении группы вымогателей. В нем было два десятка эпизодов. Позже возбудили второе дело по шестерым потерпевшим. Все эпизоды были совершены в период с 2012 по 2014 год. То есть преступления были длящимися. Одно из преступлений началось осенью 2013 года, окончено весной 2014 года, а именно непосредственно вымогательство автомашины. То есть ребятам вменялось в создание организованной преступной группы и в совершение указанной группы преступлений уже в отношении граждан. За вымогательство и грабеж все фигуранты в июле выслушали обвинительный приговор. Всем назначили реальное лишение свободы. Вячеславу Шандарову 12,5 лет, Святославу Арабаджиеву 9 лет 9 месяцев, Дмитрию Бляйле 9,5. Алексею Гречику 6,5 лет, а Александру Стулову 9 лет. Верховный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу. Нелегальный канал по получению водительских прав наладили, как считает следствие, сотрудник ГИБДД Книжпогодского района и инструктор по вождению из Сыктывкара. Уголовное дело в отношении них отправлено на рассмотрение в суд. Весной в поле зрения столичных борцов с экономическими преступлениями попали несколько учащихся с Сыктывкарских автошкол. По данным оперативников, начиная с прошлого года, молодые люди, которые после прохождения обучения несколько раз не смогли сдать экзамены по вождению, обращались за помощью к своему автоинструктору. Мужчина предлагал им поехать в Емву и там на крайне льготных условиях сдать зачеты в местной госавтоинспекции и там же получить заветные удостоверения. Условие для всех было стандартным. 5 тысяч рублей за автодом и 15 тысяч за вождение по городу. Бывали случаи, когда они фактически не сдавались, но по благому не происходили. В частности, экзамены по вождению в условиях дорожного движения, то есть по городу, по факту принимались. Просто задача инспектора была на какие-то фактические ошибки закрывать глаза и по факту выставление оценок несоответствующих реальной сдаче экзаменов. Деньги от 12 кандидатов-водителей в сумме 205 тысяч рублей инструктор получал электронным переводом или наличными из рук в руки. Чуть больше половины он отдал автоинспектору, причем часть отправлял ему на определенный банковский счет. А вот купюры прятал в автоприцепе возле дома полицейского, откуда потом их тот забирал. Именно нехватка средств на строительство по признанию капитана и толкнула его на должностное преступление. В середине апреля сообщников задержали и поскольку они стали сотрудничать со следствием, отпустили под подписку о невыезде. К уголовной ответственности привлекли и трех учеников-взяткодателей, которым экзамен по вождению зачли только на бумаге, без реального его прохождения. Один из них, Святослав Волощук, уже выслушал приговор Сыктывкарского суда. Теперь ему придется заплатить штраф в 450 тысяч рублей. Дела остальных направлены на рассмотрение княжпогодской Фемиды. За посредничество инструктору светит до 7 лет колонии, а вот бывшему полицейскому за превышение должностных полномочий служебный подлог и получение взяток наказание грозит намного строже. Программа «Крик. Криминалы. Комментарии» подошла к концу. С вами была Таисия Жакова. Этот и другие выпуски программы ищите на нашем сайте юрган.рф или посредством функции управления просмотром IP-телевидения Ростелекома. Следующий обзор криминальных событий региона смотрите в пятницу. До встречи на телеканале Юрган. Спонсор программы «Крик. Центр Автопром». Техосмотр недорого. Техосмотр недорого. ООО «Центр Автопром». В 350 метрах от ГИБДД. Сразу за вторым железнодорожным переездом. Местечко Дырнас, дом 108, дробь 4. Телефон 550-830. Работаем без перерывов и выходных. Работаем без перерывов и выходных.